Уважаемые товарищи, мои соотечественники, 3-4-5 сентября во всех регионах Российской Федерации работают мои приемные. От моего имени депутаты, а их почти 11 тысяч избранных от Компартии и при поддержке нашей партии будут принимать вас. Я бы хотел, чтобы вы не только обратились в эти приемные, но и принесли свои предложения, соображения, связанные и с будущей нашей законотворческой деятельностью. С 1 сентября вступил закон по образованию, принятый под руководством «Единой России». Этот закон лишает права детей иметь нормальные условия в детском саду. По предыдущему закону, семья платила за ребенка не более 20% от той стоимости, которой обходится его содержание в детском саду. А многодетная семья платила около 10%. Сегодня эти ограничения сняты, и цена за пребывание ваших детей в детском саду может резко вырасти. Этот закон лишает и сирот права поступать в год, поступать в вузы. Этот закон мешает нормальному развитию образования. Поэтому мы хотели бы услышать и вашу точку зрения на сей счет, ибо подготовленный нами закон образования для всех гарантирует каждому родителю, каждому ребенку, вплоть до высшего бесплатное образование и рабочее место. Для нас принципиально важно, чтобы вы высказали свое отношение к инициативе фракции в отставке правительства. Мы опубликовали обращение более 100 депутатов Государственной Думы к вам и уже собрали почти 2 миллиона подписей. Только в социальных сетях собрано 120 тысяч подписей молодых людей, которые поддерживают эту инициативу. Смысл нашего требования заключается в том, чтобы ограничить коммунальные тарифы 10% суммарных расходов семьи, чтобы квартплата и коммуналка не душила сегодня, а она душит практически каждого второго жителя нашей державы. Одновременно мы считаем, что очень важно продумать меры, связанные с ограничением безудерной миграции, которая задавила целые города и не дает нормально жить и работать нашим товарищам, лишая наших граждан рабочих мест и многое другое. Я считаю, что вот такого рода встречи, они помогут нам объединиться и сплотиться для достижения главной цели. А главная цель – это изменение курсов, пользу тех, кто трудится, учится, изобретает, кто честно и достойно работает в нашей стране. Для формирования правительства народных интересов, национального доверия правительства, которое способно слышать своих граждан и будет принимать решения, которые бы ограничивали рост цен, не давали возможности разбудняться коммунальным тарифам, которые бы все делали для того, чтобы в нашей стране каждый человек мог достойно жить, трудиться и учиться. Я приглашаю вас на прием и надеюсь, что мы вместе, сообща, найдем ответы на многие важные вопросы. Всего доброго вам. До свидания.